Пентагон внимательно следит за действиями РФ в Сирии, заявила в понедельник РИА Новости официальный представитель военного ведомства США Мишель Балданса. «Мы пристально следим за этими перемещениями и находимся в контакте с нашими союзниками и партнерами», — сказала она. Вместе с тем, по ее словам, США продолжают считать, что существует срочная необходимость политического решения конфликта в Сирии путем передачи власти от нынешнего президента Башара, Асада. В принципе мы бы приветствовали конструктивный вклад России в борьбу с исламским государством. Но мы выступаем против любых действий, которые способствовали усилению режима и эскалации конфликта. «И мы продолжим настаивать на политическом процессе передачи власти», — добавила она. Ранее официальный представитель американского военного ведомства Джефф Дэвис заявил, что действия России в Сирии могут свидетельствовать о ее намерении создать там военно-воздушную базу. Как отметила Балданца, отвечая на просьбу уточнить данные сведения, мы не можем вдаваться в подробность итога, как получаем нашу разведывательную информацию. В Кремле не стали комментировать сообщения о якобы создании России авиабазы в районе сирийской Латакии. Ранее глава Миттеров Сергей Лавров заявлял, что Москва никогда не скрывала, что оказывает и будет оказывать сирийскому руководству военно-техническую поддержку для борьбы с терроризмом. В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики экстремистских группировок «Исламское государство» и «Джибхат-ан-Нусра». Продолжение следует...